Здравствуйте! За окнами, крупными хлопьями, падает лёгкий снежок. Всё замело, припорошило, белые сугробы получились из моих дровейшек. А утро началось у меня сегодня вместе со снегопадом. Он, как раз, толкал меня в 6 часов утра и потребовал, чтобы вы упустили на улицу. Ну, естественно, вместе с собаками. Пришлось потом долго дождаться их на корольце, пока не нагуляются. Оставлять животных сейчас в одиночку на улице я просто не рискую. Ну, а сейчас они с Веськой затеяли возню. Да, вчера Бонифаци находился в куда более подавленном состоянии. Вероятно, после встречи с лисой, которая до сих пор, и, видимо, не в одиночестве, гуляет по нашей деревне. Вчера Ника и Артём прошли вместе с соседями до дальнего края и выяснил, что там также полным-полно следов. Видео, которое я сняла у себя в дровняке, выложили в наш деревенский чат. И теперь все находятся как бы на осадном положении. Ну, учитывая, что несколько человек содержат птицу, кур, уток и прочих, естественно, это достаточно тревожно. К тому же неизвестно, в каком состоянии зверек или зверяки находятся. Мало ли, возможно, какие-то заболевания. Но, во всяком случае, для птиц, котов, а равно и собак, лисички составляют достаточно большую опасность. Но, как бы то ни было, будем обороняться. Ну, вот, будем тренироваться. Сладкая парочка. Ну, а что до меня, то вчерашний вечер оказался весьма плодотворным. И я, наконец-то, завершила своего домового. Покрыла его льняным маслом. И неоднократно. И теперь он у меня сохнет. Ну, что ж, сейчас покажу, как все это было. Карри, поздравь меня! Настал момент триумфа. Десятый день в обнимку с домовым, то бишь с липовым поленом, которое долгое время сохло у меня в углу в комнате. И вот, наконец, я приступаю к покрытию льняным маслом. Ну, елки-палки, у меня уже пальцы скрючило его шлифовать. А потому начнём процесс. Ой, Боня, не знаю, испорчу, не испорчу, стоит ли, не стоит ли. Но уже потянула маслицем, который стоит на печи в плошке, разогреваясь. И я предвкушаю свой триумф. Впрочем, триумф ли? Как бы то ни было. Надо заканчивать. Ну, вот. Ни разу не оставляла. Ну, пожалуй, исключением одного блюда, что-либо непокрытым. То ли лаком, от которого я совершенно отошла, то ли маслицем. Ну и посмотрим, что получится. Игра до ревесины после покрытия непредсказуема. А потому мне чертовски интересно. А процесс, между тем, оказался долгоиграющим. Просто-напросто. Липа впитывает, как губка масла. И я уже поставила на печку вторую плошку. Ну, вот сейчас получается нечто эдакое. Ну, что ж. Совсем неплохо. Я тоже побоевалась, что из-за этих краплений на древесине, я имею в виду тёмный цвет, всё как-то испортится. Но вчера, окунув изделие в воду, пришла к поводу, что всё не так уж и страшно. Ну, по-моему, это даже преподает физиономии некоторый шарм. Больше всего берёт торцовая часть. Вот тут уже масло трижды впиталось после покрытия. И работать ещё предстоит и предстоит. Да, это надолго. Ну, главный результат. Ну вот, по нефации, завершено первое покрытие льняным маслом. Ну, знаменательный момент. И действительно, вышло совсем неплохо. Да, редко я делаю домовых. Ну, где-то раз в полгода, наверное. Потому что знаю, насколько это тяжёлая и троёмкая работа. Этот получился самым развесёлым из всех, которые я то ли выполняла. Симпатичная вышла мордаха. Ручки, ножки. Всё как полагается. И внесла некоторые коррективы в одеяние. Каждый раз делаешь всё по-новому. И нет ни одного похожих из тех, которые мне довелось выполнить. Ну, честно говоря, я довольна собой. Ну, это уже приятно. А впереди новый проект. Ну вот, начала клупать потихонечку стамесками блюда. Занялась им конкретно вчера. А сегодня продолжение последует. Ещё известно, что получится, как всегда. Тут и интересно. Ладно? Будем пытаться сокращаться и пробовать. Да, красиво сегодня на улице. Снежок липкий, потому что около нуля. Черт, води гранда белеют. И сетка засыпала настолько, что его толком и не разглядеть. И вон, чернеется. Поставила ему корм. Калька сразу же превращается в сугробчик. Снег цепляется за её шелковистую шорстку. А Виська, как всегда, ничего на себя не цепляет. Только на носу белый комок. И огромная льдина, припорошенная снежком, застыла, как будто бы у нас вновь прошёл ледоход. Ёлка припорошена снегом. Колодец превращается в сугроб. Да, вот это вот действительно зимний денёк. А не то, что было во время оттепеля. Ну, а собаки всё шныряют по участку. Запахи, запахи. Поскольку лисы всё-таки бегают. Ну, надо пройти, посмотреть, нет ли следов. А затем уже браться за дела. Так, куда полезла? Не знаю. Действительно, как-то в последнее время немножко неспокойно. Из-за того, что появились хищники в деревне. Ну, будем стараться избежать неприятностей. Тем более с такими сторожами. Действуют они теперь совершенно синхронно. Хорошо, только на Бонифации на пару не набрасываются, стремясь с ним поиграть. У лиски явно приподнятое настроение. Пыталась заигрывать с Карри, но та, по-моему, не собирается отвечать ей взаимностью. Собственно, как и Бонифаций. Засел на своей любимой полочке, куда она обычно прячется, когда Висяндра начинает выставать. И замечательно себя чувствует. Так только гуляем мы до тех пор, пока я на улице. Чтобы ты всё время был в поле зрения. Так, на всякий случай. Мало ли что. Стоило Виське на какой-то момент отвлечься, Бонифации спрыгнул со своей полки, и он паренью бросился к ёлочке. И, как всегда, оказался на ветвях. Хорошо устроился. Любимое местечко, с которым можно наблюдать за всеми, будучи при этом невидимым. Ну вот, любимая ветка. Выше не забирается. Ну, вероятно, тут ему комфортнее. Ну что, Кошани, пора птиц кормить, дрова тащить и воду носить. Надо бы сегодня душик принять. Ладно, развлекайся, но аккуратненько. Какая чистила снег, Бонифация преследовала лопату, а Веся Бонифация. Ну, как обычно. И только благодаря собаке я наконец-то успела с грехом пополам расчистить более-менее дорожки. Ладно. Теперь, Висик, можешь кота не третировать, я начинаю переноску груза в избушку. Первым делом дрова. А вот и приятный сюрприз. Вчера стукнулся снегирек об стекло моей хибарки, и я его поместила в коробочку, насыпав семян, положив снега. Ну что ж, оклемался. Слушай, я, честно говоря, опасалась худшего. Так, пока посиди здесь, загоню в дом Боньку, а потом оставлю дверь настишь открытой. Вот тогда и улетай. Как здорово, что ты жив остался. Я рада. Больше головой в стекло не тюкаться. Ну, тут-то поликарбонат, ладно. Будь аккуратней. Ну вот, покончено с делами по хозяйству. Самое время взяться за Никины доски. Слава богу, они все-таки высохли. Однако, края надо обработать топориком. Действовать я намеренно в мастерской, а в мастерской сидит снегирь. Поэтому Бонифаций отправляется в избушку. Давай, давай, давай. Не хочу птичкой рисковать. И пока он не вылетит, я не смогу ничем заняться. Не хочу его пугать. Бонечка, пойдем. А то у меня еще, вон, блюдо надо обрабатывать болгарочкой. Пошли домой, мы хорошие. Нагулялся. Ну что, дверь на расплашку. Давай, улетай. Ну, ловить я тебя не хочу, только перышки помну. Давай уж сам как-нибудь, а? Давай. А то мне работать надо. Никогда так близко снегиря не видела. Да чего ж, красивые птицы. Ну что, может, все-таки попытаться тебя поймать и выпустить. А тут уже кое-кто появляться начинает. Эй, ты где? Так, ладно. Искать и выпускать. Ну, доски досками. Обработать я также решила начатое блюдо. Как всегда, с наружной стороны. С тем, чтобы определиться с обширностью внутреннего объема. Попробуем. Тут еще сохранилась кора, сучучек такой интересный. Ну что ж, вперед. А уж досочки немного позже. Да, придется все-таки обрабатывать болгаркой, а не рубанком, который мне подарили. По той причине, что стружки потом со снегом придется собирать. И куда их девать, неведомо. Так бы в печку пошли. Поэтому убьем последний диск. Купим новый. Поскольку он уже после этих краплений рубероида вряд ли на что будет гводен. А впрочем, поглядим. Решила отличь собак костями. И все-таки выпустила снегирька. Перепорхнул с крыльца сюда. И где-то снова затаился. Или все-таки улетел. А, вот он, мой хороший. Так, ну и как ты? Ладно. В можжевельнике тебе будет комфортно. Надо будет некоторое время походить, понаблюдать. Сейчас он в безопасности, пока собаки увлечены. Но крылышко, по-моему, он все-таки как-то приволакивает. Ладно, посмотрю. Может быть... Да нет, полетел, родимый. Пока небольшими отрезочками. Но надо будет присматривать за ним. Если что, опять верну в мастерскую. И вот результат часовых трудов. Как всегда, без всяких струбцин, при помощи барусочков, дощечек. Да, гладенькая древесинка становится. Еще. До идеала. Очень далеко. Однако, заиграла. Красивые узоры будут. И блюдо получится. Ну, точно двухцветным. Вот эта вот темная поверхность станет коричневой, такой шоколадный. А вот эта, вероятно, останется оранжевой. Полосатая вазочка получится. Ладно. Это было интересно, хоть и утомительно. Ну, а теперь беремся за более обширный, но куда менее сложный проект. Шлифовка досок для сплюшек. Да, тут все куда проще. Хотя, заунытно достаточно. Но, главный результат. Одну сделала, займусь второй. А потом надо это все добро транспортировать в совиной дол. Все равно собиралась туда прогуляться. Эх, необходимость в полочках, домиках для сплюшек возникла потому, что, якобы, может быть, у них возможное потомство. Впрочем, там видно будет. Но, пока надо заниматься конкретно вот этим делом. А вот и мой подопечный. Я подхожу иногда, смотрю за ним. Ну, что ж, вполне неплохо. По-моему, парень оклемался. Дело в том, что поначалу он сидел вот на этой жимолости. Рядом с ним стояла Веська бросит на какой-то момент кость, но не посягая. Затем прилетел на одну яблоню, сейчас на другую, а теперь он уже на березе. Ну, все, в добрый путь. Надеюсь, что все будет хорошо. А Весенька, полюбовавшись на птичку, взяла косточку и вновь залегла ее гладать. Молодец! А досочки-то оказались нелегкие. По-глубокому снегу ее видеть-то тащила и пропустила самое интересное. Тут, вероятно, только что происходила снежная феерия. Один раз наблюдала фонтаны снега, летящие из-под этого хитрого приспособления, что там, вдалеке у забора. И досадно, что пропустила в этот раз судьба. Ведет стрим, попили кофейку, и вот, вот оно, зрелище, которого я вожделела. Ох, какой фонтан! Но сегодня снег тяжелый, поэтому он подлетает не так высоко. Вообще, все это смотрится просто потрясающе. Только елка иногда на все это неадекватно реагирует, особенно, когда прочищается дорожка напротив ее вольера. Эх! Так, ну все, пошла я вырезать. У нас каша с макаронками, я рекомендую. Пока! Отправилась домой, пока была у Ники, прекратился снег, рассеиваются потихонечку облака, и это здорово, потому что лучше будет освещение при вырезании в избушке. На деревьях, что растут на возвышенности, совершенно сдулый снег, а по низине, хотя и ветерок поднимается, все еще покрыто белыми хлопьями. Ну и красотки мои ожидают на повороте, уютно располовываясь на свежем снежке. Так, а между прочим, у меня же дома еще посылка лежит, так что рано вырезать, будем сначала распаковывать. Бонифаций, подъем. У нас распаковка. Эй! Смотри, какая посылочка. Маленькая, да удаленькая. Ну, раз ты телепат, то наверняка знаешь, что в ней книги, а ты, дурак, читать не умеешь. А напрасно. Даже Роська научился. Книги пришли мне от Александра Ярового из Лоди Востока, и я с нетерпением жду момента, когда смогу подержать их в руках. А ты спи-спи, и коробка не твоего размера, это мне. Все-таки пробудился, для того, чтобы взглянуть на то, что мне прислали. О, сладкая жизнь продолжается. Я в жизни не видела такого шоколада. Вот уж действительно Дальний Восток. Морская капуста, морской гребешок, морская соль. Интересно, а с кукумарией шоколад бывает? Хотелось бы знать, но для начала попробую ответить подобный. Эх, даже с Ника делиться не стану. И книги. Шикарные книги. Ну вот, Диковский. Приключения Кати Расмелый. Хотела найти предисловие, его не оказалось. День рождения Олега. Ну, 87-й год от Олега. Да, люблю я старые книги, причем уже достаточно почитанные, значит, кто-то держал их в руках, и я с кем-то смогу сопереживать тому, что у них написано. 85-й год. Книжка на год младшеники. И здесь великолепные иллюстрации. С удовольствием прочитаю. И, возможно, даже, если что-то будет сочту интересным для публики, вот так же и вслух. Да, старые книги в них есть какая-то определенная прелесть. Вот старый маяк. А тут одно и то же направление, секретные файлы. Видимо, вдогонку за секретными материалами. Но разные авторы. Акулов, Лосев, честно говоря, с творческом никого из них не знакомо. И, судя по всему, очень интересные вещи. Да, не скучно у меня будут вечера. Здорово. Спасибо огромное. Я очень признательна. Ой, вот как можно так лапу вывернуть? Ты собрался книгу листать? Нет уж, не доверю. Не для твоих лапок это дело. Это мое. Да, замечательная вещь. Книги из шоколада, чтобы ее читать, было еще вкуснее. Спасибо огромное. Я очень признательна. Эх, уже предпушаю вечер. Но предстоят еще дела. И я вновь сажу за свой верстак и, затопив печку, поскольку вечером душ принимаю, принимаюсь также за новую работу. Надо со всем этим разбираться. И пока не смогу держать книги в руках, под аудиокниги. Это просто здорово. Ну вот, нормальное состояние в избушке. Кто-то спит, кто-то работает. Кругом разбросаны собаки, стружки, стамески. А я стараюсь углубить немножко линии на внешней стороне блюда. А за окном опять пошел снег. И вновь собрались птицы у кормушки. Ну, зеленушки, снегири. Надеюсь, что мой контужный постоярец присоединился к своей стае. У него все будет благополучно. Ладно, надо продолжать, надо вырезать. Ну, а дальше вновь продолжатся деяния, связанные с выгулом собака-кота, которым теперь не совсем безопасно находиться на улице. Теперь уже только в моем присутствии. Но будем надеяться, что все как всегда состоится и будет благополучно. Что ж, неделя за окном, тепло и вывод на возбушке. Всем желаю здоровья и удачи. До завтра. Увидимся вновь. Редактор субтитров